А вы будете в чём-то ярком? Вообще буду без одежды. Вы показали довольно такой макияж? Это макияж для особых девочек. А вы блогер? Ну вообще я предприниматель. Вольно. Зубочистки? Всем привет, друзья! Меня зовут Ники Макарин. И сегодня я иду в салон красоты, где вечерний макияж стоит 7800 рублей. Почему именно такая сумма, мне непонятно. Почему не 8000, или не 7500, или не 7000, а именно 7800? Тем не менее, меня не сориентировали, а накладные реснички входят в стоимость макияжа, или же они идут отдельно. Но в общем, в салоне об этом узнаем. Ну, собственно, вы поставьте лайк этому пареньку, который очень-очень давно не появлялся в видео. И он на самом деле соскучился по нормальным макияжам, потому что каждый раз, когда я прихожу из салона красоты, он начинает меня обнюхивать и оценивать, какой же макияж мне сделали. Ну, а если вы хотите смотреть мои видео в раннем доступе, самыми первыми, то обязательно подписывайтесь на мой Boosty, ссылка на который есть в описании под этим видео. И, конечно же, на мой Телеграм-канал тоже советую подписаться, потому что именно там выходит то, что не выходит здесь на Ютубе. Например, видео о том, как я похудела на 8 килограмм за 2 месяца. Да, Ронни, поздоровайся со всеми. Скажу, всем привет! Очень многие меня просили, чтобы я проверяла собачий салон красоты, но, честно говоря, мне не хочется подвергать такому издевательству этого красивого паренька. И, конечно же, поставьте лайк под этим видео, если вы любите проверки из салонов красоты. Ну, а мы погнали в салон. Сходила сейчас на тренировку и, знаете, поймала себя на мысли, что я сейчас в том же образе, что и где-то 8-9 лет назад. Вот если посмотреть мои самые относительно первые видео, где я снимала влоги, я тогда еще жила в Ростове-на-Дону, и у меня тогда были длинные волосы, ну, они были длиннее где-то вот сантиметров на 15, чем сейчас, но тогда тоже был мой цвет волос. Даже вот платья, которые я купила, они плюс-минус такого же формата, как я носила раньше. Я к чему? Что вернулась непроизвольно как бы в тот период жизни, и я такая думаю, а что изменилось? То есть прошло где-то даже, наверное, 10 лет. А что изменилось во мне? То есть я себя вижу похудевшую, постройневшую, я вижу ту самую девчонку с горящими глазами, которая тогда вот только думала, я буду блогером-миллионником, я буду этим заниматься и тем заниматься, но я тогда не знала, что у меня будет бизнес, что еще что-то. Только лет прошло, а разница лишь только в том, что у меня стало больше седых волос. Вот реально волосы по качеству, они такие же, то есть я не скажу, что у меня как-то морщинок больше стало. Нет, абсолютно. Но количество седых волос, ну, конечно, столько опыта уже, столько всего прошло, сколько за это время интересного произошло, в принципе, в моей жизни. Конечно, это без следа не уходит, а следы это как раз-таки мои седые волосики. Здравствуйте. На макияж. Есть. Да. Ну, ты из-за отлично, пожалуйста. А что есть? Я, в воде, вода, например. Давайте кофе черный, без молока. А в Америке? Да. Туалет подскажете где? Ну, пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, к вам. Здравствуйте, пожалуйста. Меня зовут Элиса. Меня зовут Роза. Как могу обращаться? Очень приятно. Юлия. Слушаем ваши пожелания. Какой мы лучше? Так, сейчас я покажу вам несколько фотографий и выберем что-нибудь из этого. Мне нравится вот что-то такое. Такое или такое. Можно еще раз. Или такое. Так, и вот так. Ну, сейчас мы вот этот. Ну, в принципе, мне все три нравятся, поэтому посмотрите. А вы будете в чем-то ярком, у вас мероприятие. Вообще буду без одежды. Ну, съемка у меня будет. Съемка, да? Творческая, понятно. Так, что-нибудь вот такое. То есть, в итоге мы вот это выбрали, да? Я так не понимаю. Или... Сейчас еще раз покажу вам. Или вот этот, или этот. Ну, мне, если честно, ну, третий. Вот этот. Ближе, да. Ну, давайте его. У меня, в принципе, без разницы. Ну, вообще, ярких макияжей не боитесь, да? Вообще не боюсь. Губы, губы тоже такие, как бы, нюдово-коричневые тоже такие с контуром. Объем, омбре, такой класс. Да-да-да. Можно волосы соберу? У вас укладка будет? Ну, там мокрый этот. Я делим, потом зачешу и все. Сфоткаете вам нужно? Или вы запомнили? Ну, вы мне покажете чуть позже? Мы сейчас попараем. А, салфеточка, да? Конечно. У него надо кольте. А будет открыто? Будем его прорабатывать кольтам? Нет, только до сюда. Сильно не спускаем. Салоношение будет. Что я не поняла? Будет фотосессия, да? Мы ориентируемся на студийный свет. Студия, да? Вы имеете в виду, что чем-то отличаться будет? Ну, то есть, я же не только в студии буду. Ну, то есть, если у нас макияж такой больше для жизни, там, для встречи, где-то, это один тон, да? Если для студии, то мы с этим там съемки, потому что он у нас съедает часть макияжа. Давайте с учетом съемки. Кофе прям ядерный. Вы без молока, да, плются? Да. Можно было, да, попросить послабее. Хотите, пределаем, короче, регулируется. Да нет, это даже как-то интересно. Просто, ну, прям он такой очень резкий кофе. Кожа у вас идеальная, конечно. Кожа в хорошем состоянии. Да, я сейчас поработала над ней знатно. Брови вообще любите поярче у тебя? Брови, да, люблю поярче. Они у меня... По графичному, да? Угу. А что за тон вы в итоге нанесли? Это Кевин и Куан. Без смешивания мне подходит эта тема, да? Нет. Ну, я чуть поднешала. Сейчас. Чего? Кисточка из какого материала? Ну, это синтетический. Да, то она кисточка. У вас на материальной лепейке бывает? На кисточке из козы у меня бывает. А, из козы, да? Чихаю и... Ну, хорошо, я лучше тут. Потому что тон всегда синтетический, а потом уже он. Кресницы наклеим? Они входят? Если хотите, то наклеим обязательно. А не входят в стоимость? Да, ну, кисточка из кисточки. Кресницы входит в стоимость на макияж для особых случаев. Когда это что-то креативное, либо там свадебное, то, конечно, входит. А сейчас входит? Да. Окей. Я просто не знаю на какой макияж. Вечерний или для особых случаев? Нет, сейчас для особых случаев у меня макияж. Или вечерний? Я потому что записывалась на вечерний, а... Как скажете, так и сделаем. Дети бы показали довольно такой креативный макияж. Мы здесь просто смотрим. Поэтому у нас плюс ресницы для особых случаев. Наверху смотрим. Я только с точки зрения стоимости хочу сориентироваться. Все. Да. Что да? Делаем тогда, да, с ресницами макияж для особых случаев. И с какого он стоит? У нас 9,200. А просто вечерний он идет без ресниц? Просто вечерний блог? Просто вечерний без ресниц. Дополнительно можно добавить ресницы, пучки тоже 2,200 стоимость. Полный объем, я себе. Так, 9... Сколько? Еще раз. 9,200. 9,200. А если вечерний плюс ресницы, 7,800 плюс 2,200, правильно? И вот этот макияж мы делаем для особых случаев или вечерний? Просто вы говорите, что я сама выбираю вас. Мы же вы продолжим. Это какой макияж? Ну, для меня, если мы делаем прям полный объем ресниц, это макияж для особых случаев. Нет, не полный, я не хочу на полный. Ну, то есть, я бы хотите уголки только. Хорошо. Тогда мы можем сделать вечерний и посчитать половину объема ресниц. 7,800 плюс 1100 получается половина объема. А он с фиксирующим эффектом или просто такой натуральный? Ну, у него атласный вообще финиш, не супер матерый. Надо бы дальше пудрой заматировать. Ну, вот так вот, например, просто, если бы без съемки, красиво он смотрится. Он просто, да, у него атласный, сетимый такой финиш. Просто здоровый, подсвеченный код. Ну, контуринг, я тоже полагаю, как на референсе, да, можно по-версительной сделать. Это крем. Румяна вообще любите? Или больше бронза, чтобы такие все загорелых оценков было? Ну, вообще использую в обычной жизни, Румяна. Какие-то тут, розовый, персик, по-моему. Ну, у меня они всего там в одном экземпляре, по-моему. Диорозовенькие. Розовенькие, да. Хотя, мне кажется, у меня больше бы оранжевые подошли бы. Ну, оранжевые тоже есть. У вас есть? Попробую, высказываю. Ну, давайте попробуем. Так, сейчас мы не задействуем тогда. Ага, сегодня. Хайвайтер любите? Нет, сиянье какое. Субтитры, делькально. Ну, да, можно какой выделить. А вот это у вас палецочка, как у меня, прям, аургласс. Это что там? Это бронза. А можно оттенок посмотреть, как у меня? Очень красивый. Да. А мы его будем добавлять? Могут, хотела, да. Да, спросить. Сейчас я пока маху эту бронзу называю, чтобы раскульптурировать. Ну, чуть-чуть можно. Он прям такой нежный. Он прям дает теперь... Загарый, если вот сейчас у нас такое скульптурирование больше произошло, там уже будет загорелось. Ну, мой цвет вроде бы, да? Да. Смотрите, зеркало. Это у вас общая подставка от салона, что ли, для салона? Ну, для салона. По примеру рисуем по форме или с изгибом, каким более? А как лучше? Изогнутом. Ну, так и так хорошо будет. Как вам больше нравится. Ну, они сами по себе у меня достаточно прямые. Достаточно прямые, да. Можем чуть-чуть. Чуть-чуть. Так, ну, как я поняла, вы любите еще почетче и понасыщеннее. Потому что для меня вот это довольно натуральные брови. Ну, да. Ну, если бы, допустим, не было бы стрелочек, то этого мне было бы достаточно. Ну, да, просто попойню. Я обычно вот здесь вот люблю потемнее. А вы снимаете, да, что-то? Да. А вы блогер? Ну, вообще и предприниматель. А для чего снимаете, если не секрет? Секрет. Да нет, на самом деле не секрет. Снимаю для себя. Посмотреть потом, как вы делали макияж. Ну, и если будет хорошее что-нибудь интересное, то, может быть, и выложу. Ваше лицо закрывать? Ну, хотя там его и нет. Да, моего лучше не надо. Да. Ну, сейчас попрошу вас... Синий также оставляем или можем другой оттенок взять? А какой нужен другой? Ну, мы берем идею и как бы адаптируем под себя, да? Ну, форму оставим, а цвет, понятно, что один в один, а скорее всего, не. Ну, что-нибудь такое около синее есть? Синее тоже есть. Я просто отдохня. Можно серо с ним. Повторить что-нибудь? Давайте вот эту с лимоном. Да, конечно. Это какие-то кремовые тени, да, такие? Да, шарлотта это. Ну, можно и самостоятельно, как. Основы красивые. А если самостоятельно они не скатываются, прям в складки? Ну, чуть-чуть могут, да, скататься. Ну, тут мне кажется, у нас не скатывается, так и не склонно. Пожалуйста. Спасибо. Ну, пожалуйста, я люблю кисть кистью. Ой, из козы? Из козы? Из козы? Из козы? Из козы. Три пути. Но белки тоже есть. Ну, на белку у меня нет. Да, да, да. Вот, я тянусь к козе и вспоминаю, что нам не нравится. Потому что они колючие, возникает дискомфорт. Смотрите, как вам форма на направлении? Она будет чуть-чуть? Сама форма? Окей. Да, сделаем чуть-чуть. Единственное, вот здесь я когда открываю, так и должна быть? Хотя я же не буду вот так по своему ходить. Ну да. Просто поэтому я рекомендую смотреть прямо. Это я к чему, что вот здесь она как бы резко начинается. Она будет здесь. Да, да, растушую. А сама форма? Угу. Ну, так летящая. Мне кажется, высота хорошая для вашего глаза. Угу. 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 Что в основном просят. Ну, я таки очень люблю. Угу. Угу. В основном коммерцию, смоки, стрелка, губы хоть красные просят. Ну, губы красные не часто. на самом деле вы здесь по-моему выше чуть-чуть принципе и так и так хорошо но просто чуть по-разному да вот здесь вот она идет как будто лифтинг эффекта здесь просто по форме так тоже красивый так тоже красиво просто под какую подогнать по лучшему давайте повыше сделаем вот здесь поднял пока не вывожу уголочек что за карандашка в стыке он палочек тренировка фломастер подводку решили пока на лица это пока не подводка а это пока не подводка это маркер для дровей сейчас я скачу обычную потом возьмем черную дрову подводку волья вы что уговорите сейчас посадочку с часово немножечко красинка была сейчас пока не открываем на подводку сколько нам по времени а еще сколько я так подумал без рис не сделаем чтобы процесс не засянулся зубочистки мини-дража для ресничек которые она используется для стрелок очищать что там близко к завершениям дайте одноразовую шеточку хорошо я и обрабатываю в обычном а чем? на антисептику не тушь очень часто у меня на вылевочного глаз ну давайте а что это за тушь у вас? тушь обычная тушь обычная тушь помолоко чаще 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 это сколько вы каждую неделю меняете? ну да в принципе каждую неделю я знаю шалки лучше покрашиваются такая страшная у вас эта расческа игольчатая ну да в глаз у нее попала вот у меня один раз с кистью в глаз попали да ну такая для туши есть щёточка на веник похожая знаете? да 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 у нее есть такая для нее прям такие очень плотные злостые да сильно там поэтому я в груднице смотрите тогда все хорошо они на самом деле не острые злочки ну для хрупкого психологически просто да сложно да выглядят погружаются ну если рука дрогнет то будет больно в любом случае ну что там губа будем красить губа снимите пальца да что за тарандаши будет красиво это мой как правило какая популярная тема которая для глаз и для всего да 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 ну если вы хотите прям такую да давайте я им задам цель ну в общем угу насколько цель нужно использовать может чуть-чуть выходить за границу угу 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 пока ищите тогда давайте в туалет следует уже а больше коричневого добавим? покоричневее да? ну то есть вот этот розовый можно ага а то если просто слишком розовый как будто он не совсем идёт угу 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 нет он хорошо смотрится но не как основной то есть хочется больше ясно может это очень поднежный да розовый а то громадный хочется холодный можем и коричневый куда вы хотели сюда это на край нет это на центр а на центральной да просто по краям хочется больше коричневого холодный маковый как помада он больше помада да это карандаш помада блеск хотите добавить или матовый сейчас посмотрим просто прозрачный блеск прозрачный или розовый то нет оставим матовый комфортный матовый на самом деле ну давайте все хотите можем еще ресницы добавить нет нет уже не успеем не кажется хорошая стрелка может пудра добавим еще в этот налог ну еще давайте как будто он заблестел за за этот период за два часа ну там спрей так давайте да так все да могу уже такси вызывать ну да спасибо спасибо да у нас система уверенности действует в течение четырех месяцев 20 10 до ага ага спасибо все спасибо до свидания ну что друзья два с лишним часа я провела в салоне красоты чуть больше двух часов в целом макияж делали где-то два часа достаточно долго потому что за это время уже успела устать пока сидела на макияже но нормальное было кресло поэтому шея ничего не затекло это я к тому что когда мне говорят о том что ты слишком придираешься ну вот сами попробуйте сидеть на стульчике два часа непрерывно не двигаясь на стуле где некуда поставить ноги где некуда поставить руки ты не можешь на спину облокотиться потому что это барный допустим какой-нибудь стул ты не можешь делать абсолютно ничего как мне одна написала значит женщина я мастер маникюра и у меня клиенты говорят сидят зевают шевелятся смотрят по сторонам и от этого затеки гель-лака происходит я сама прошла мастер маникюра если что могу с уверенностью вам сказать что это зависит не от клиента потому что делаем мы маникюр не манекеном а именно живым людям и живые люди могут зевать могут смотреть по сторонам и так далее все-таки это зависит еще и от мастерства самого мастера точнее даже в первую очередь как минимум объяснить клиенту как нужно себя скажем так вести для того чтобы сделать качественную услугу из-за теки не из-за того что клиент там позевал это что касается вот таких вот моментов иногда настолько оправдывают непрофессионализм что уже некуда хуже теперь что касается самого салона красоты там конечно музыка очень сильно играла над моей головой это иногда ну как бы напрягало вот но в целом что хочу сказать в чем плюс салона красоты когда ты приходишь даже если ты сидишь там у одного мастера и делаешь только одну услугу все другие сотрудники салона когда проходят они во-первых улыбаются и здороваются потому что бывает такое знаете приходите в салон садитесь и если ну вас обслуживает один мастер как бы другие на вас смотрят как гиены одним словом и все то есть либо они злые потому что в принципе клиент сидит не у них либо они злые вообще от жизни непонятно из-за чего но в целом это сразу говорит о том какая атмосфера в салоне и честно мне не хочется возвращаться в те салоны когда ты приходишь к одному мастеру а все остальные вот так вот на тебя просто смотрят и более того бывает что еще что-то там за спиной говорят вот что касается этого салона сам персонал был достаточно адекватный даже визажист хотя я изначально сразу поняла что она все понимает прекрасно но она постаралась это экологично спросить а вы снимаете а вы там это а вы там то то есть она не сказала о том что вот я не буду делать потому что вы там то то сё то то что любят в основном говорить также это как раз таки то случай когда визажист спрашивает что у вас будет под какой случай там будет макияж какая будет одежда и так далее как правило визажисты это спрашивают просто от балды им абсолютно плевать какой будет результат и куда в итоге клиент с этим макияжем пойдет то есть они это спрашивают из собственной неуверенности для того чтобы просто расположить себе клиента и клиент тем самым не стал скажем так настаивать на каких-то моментах которые визажист ну как не профессионал не сможет сделать здесь же она уточнила этот момент для чего будет макияж если это съемка то есть мы сделаем как бы тон подходящий для этого вот вы можете сейчас заметить айфон еще очень любит очень сильно сглаживать лица то есть блюрит блюрит недостатки и съедает собственно все то что не нужно но в целом если мы рассматриваем даже вот как бы съемку на обычный телефон то смотрится сам тон достаточно красиво потому что продукты были использованы в принципе те которые есть в моей косметичке то есть это какие-то румяна там диор хайлайтер бронзер и так далее то есть хорошие такие вот достойные себе продукты да были в кейсе какие-то бюджетные продукты но в целом ощущение от кейса было приятное то есть было видно что косметика не супер старая знаете когда вы приходите а там везде донышки блестят было видно что есть люксовый сегмент косметики это приятно когда ты приходишь в люксовый салон красоты на минуточку 7800 рублей стоит да макияж а вы когда приходите в салон и некоторые где макияж столько стоит там вообще это какой-то трэш происходит старый кейс непонятно вот это для меня не отмазка знаете что бренды ушли и теперь непонятно что можно дичь что ли творить нет абсолютно но как-то же люди выходят из положения и достаточно аккуратный такой кейсов почему я не стала задавать вопросы про гигиену и так далее потому что в принципе было видно что у визажиста аккуратненькое такое рабочее место пусть даже оно не предназначено мне кажется изначально было для макияжа ну там они придвинули тумбочку все так аккуратно сложили то есть не было ощущения хаоса в салоне это огромный плюс к тому же там ходила уборщица в таком красивом платье ну костюме уборщицы и это это смотрелось очень эстетично в каком плане то есть она пока клиентов нет она там зеркала вытирала там еще что то то что в большинстве салонов у них нет штатного сотрудника который бы отвечал за уборку и он допустим может приходить там раз в неделю раз в три дня кажется он по-своему а здесь это было видно что заботиться о том что было чисто то есть туалет там помыли да за эти два часа которые я там была я обнаружила потому что в туалетах тоже очень важно вы приходите в салон красоты а в туалете там нет допустим ни туалетной бумаги нифига то есть это тоже неприятный такой момент когда вы ходите в салоны классом выше чем люкс теперь что касается стоимости это вообще непонятная для меня история при записи 7800 это вечерний макияж а тут получается как же специфический макияж или какой-то такой в общем назвала визажист что если он какой-то необычный то вот он будет по стоимости там 9500 по-моему если он какой-то вечерний но без ресниц 7800 хотя то что ресницы доплата об этом при записи не уточняли а только сейчас здесь стало это известно 2200 получается отдельно стоят реснички и если вы только уголочки клеите 1100 и я сначала подумала что уголочки наклею а потом когда уже два часа сидела в кресле мне два часа вот этот макияж сделали я подумала еще клеить реснички у меня уже времени не было поэтому собственно я от них отказалась теперь что касается самого макияжа давайте посмотрим брови мне все-таки хотелось бы более аккуратнее более графичные наверное потому что сейчас они выглядят как тучки такие растушеванные и это не совсем аккуратно смотрится потому что вы смотрите ощущение как будто бы у меня очень хмурый такой взгляд который соответствует просто сегодняшней погоде ливню за окном и теперь что касается вот этих вот стрелочек они не такие явно скажем так четкие наверное но от них этого и не требуется я сейчас говорю про верхние стрелки то есть в целом есть каркас и прекрасно теперь что касается стрелочек черных мне кажется что здесь как раз таки не хватает какой-то либо чистоты четкости либо наоборот растушеванности то есть ощущение как будто бы края непонятно они должны быть графичные или не графичные они должны быть растушеванные или же нет вот здесь вот внизу то есть здесь понятное дело что было очень много чего намешано и тени и фломастер для бровей и подводка и гелевая и подводка фломастер я кстати не стала обращать внимание скажем так визажиста на то что она использует подводку фломастер но на моменте с тушью я решила все-таки об этом сообщить что пусть использует одноразовую щеточку на что она естественно открыла мне новую тушь, показала, что она открытая. После меня, скорее всего, будет использовать эту тушь на других клиентах раз в неделю, где-то, говорят, они меняют тушь. Но моё мнение остаётся всегда одинаковым. Несмотря на то, что даже они обрабатывают, но всё равно это всё туда попадает. Так что, что касается туши, такая себе история. Потом она расчёсывала мне мои реснички. Посмотрите, что-то как-то как будто бы они всё равно склеились. Ощущения нету, как будто бы она их очень сильно расчесала. Может быть, просто потому что тушь не подошла, я не знаю. Что касается губ. Губы в целом окей, но я бы лучше проработала вот здесь. То есть мне нравится, когда макияж губ... Знаете, почему-то большинство в принципе визажистов, они считают, что губы это не супер важно. То есть можно там как накрасить, главное, чтобы был цвет. Но на самом деле чистота нанесения карандашика, помады, это же всё детально показывает, насколько вообще аккуратно сделан макияж. Что касается коррекции, вот коррекция, кстати, она достаточно яркая, её видно как раз для съёмки, это окей. Носик даже был проработан. То есть видите, он у меня такое ощущение, как будто бы запечённый. Потому что многие, допустим, вообще не обращают внимания на контуринг в целом. То есть для многих визажистов контуринг это просто нанести румяну. И больше ничего. Напишите в комментариях, как вам вообще в целом макияж, нравится или не нравится. Что бы вы ещё подправили, добавили, убавили возможно. И когда у меня визажист спросила, какая будет там одежда, там и так далее, я несколько ей вариантов макияжа, получается, показала, чтобы визажист сама решила, какой макияж ей ближе всего, какой она сможет сделать. То есть это вот был первый вариант макияжа. Это вот первый вариант макияжа, второй вариант макияжа и третий вариант. В итоге выбрала вот этот вариант. Вот посмотрим вблизи, как он смотрится здесь. Но мне кажется, что здесь больше синего оттенка, чем у меня. У меня вроде бы есть синий карандаш, но ощущение как будто бы не прям супер синего нижнего века. Может в следующих выпусках сделаю вот такой макияж. Ну посмотрим. Плюсом это то, что вполне себе адекватное поведение. Как раз таки это тот случай, когда несмотря на то, что пришёл к клиентам и задаёт вопросы ой, а что вы мне нанесли, что в принципе абсолютно нормально для любого клиента. Если есть категория таких мастеров, которые даже то, что они обязаны по закону сказать при оказании услуги, они этого не делают. По типу это там наша тайна, наши секретики и так далее. Типа какие секреты? Всё давным-давно есть в интернете. То есть мы ходим к специалистам не для того, чтобы там что-то стыбзить и потом самим это всё делать. Мы же ходим, чтобы сэкономить время или может потому, что мы не умеем. Это было достаточно экологично. И не было у меня ощущения там в салоне, что как-то вот, не знаю, из-под тяжка там что-то происходит. Хотя это достаточно часто происходит, если вдруг меня узнают. Напишите в комментариях, как вам стоят и стрелочки. Мне кажется, что вот эти внутренние стрелочки, вот это во-первых длиннее и выше, это ниже, здесь вот толще получилось вот это вот место. Я бы здесь более мягче. Мне хотелось бы, вот именно на нижнем веке ощущение, как будто бы мне хватает именно этой мягкости. Ну и плюс, если бы это длилось не 2 часа, а допустим час даже 45, я бы сказала, что это окей. Ну, жизнеспособный макияж. Ну что, настало время смывать этот макияж. Использую, как всегда, гидрофильное масло, которое очень мягко смывает даже самый стойкий макияж за счет того, что в моем масле есть масло семян камелии. Это просто замечательный компонент, который я добавила в состав, потому что оно и восстанавливает, и очень мягко очищает, и очень мощный антиоксидант. Видите, просто сразу растворяется, я не знаю. После этого обязательно пенку, вот такую очень мягкую, нежную, за счет того, что в составе комплекс из 8 видов гиалуроновой кислоты и 11 пептидов, вы представляете, насколько она мягко очищает? Я ей пользуюсь и утром, и вечером. Не спрашивайте у меня, как, где, когда купить, пока что просто показываю, делюсь вами теми продуктами, над которыми я работаю долгое время, вот, пока что следите за моими видео. Так что обязательно ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, если вы все еще не подписаны, смотрите предыдущие выпуски, если вы их пропустили, если хотите смотреть с ранним доступом, то обязательно подписывайтесь на Boosty, ссылка в описании, и увидимся с вами уже в новом видео, всем удачи, всем пока-пока.